Здравствуйте, с вами Синедрион и сегодня я хотел бы показать вам демку игры с ETF2L Highlander сезон 9 против команды DangerGummyBears. Довольно сильной команды. Вот карта Barnblitz игралась. Команда DangerGummyBears содержит в своем составе игроков премьер-дивизиона, таких как, например, Тсини, Кратос, Лондор, Волтерс и так далее. В общем, такая довольно сильная команда. Давайте приступим к рассмотру непосредственно самой демки. Так, ну, как вы можете видеть, начинает моя команда в защите. Естественно, по дефолту все умирают под инженера. Солдат плёточкой его нахлёстывает, чтобы быстрее строился. Вот, в принципе, пока ничего необычного. Дефолтное место для турельки, выбран для этой карты. Турелька, как многим уже известно, ставится либо на этом холме, либо в доме. Вот, мы идём, соответственно, занимать спот для начала раунда. Вот, в этот раз начнут на этих камнях, так как они довольно редко чекаются. Остаётся 13 секунд до начала. Как вы можете видеть, я чекаю выбор медика сейчас. И назад маскируюсь снова под вражеского скаута. Выбрал маскировку скаута, потому что, когда телегу будут подкатывать как раз сюда на углу, скорее всего, её будет толкать скаут. И, как бы, скаут возле телеги особых подозрений не должен вызвать. Вот, мы видим тут же аркаду, собственно, на нашу турель. Мы так поняли, что... Ну, я так понял, что меня пирос не будет чекать, и решил спуститься пониже вот эти кустики дефолтные. Вышел из инвиза, сижу, жду, как бы, удачной какой-нибудь ситуации для стаба. Сейчас опасный хэвик может меня прочекать. Нет, не заметил у меня сейчас хэвик, мне повезло очень. За это он поплатится, кстати говоря. Неплохой пик. Я сейчас сделал с этим хэвиком. Но, тем не менее, зажигается моя команда. Вот. А вражеская команда так и не горелась. Так что, скорее всего, наверное, под вражеский убер будет отдана точка. Прожгли мою команду. Обычно здесь точка, в принципе, она довольно быстро первая точка берется. Гораздо дольше держится вторая. Вот зажигается, наконец, вражеский убер. Идет зачистка топа нашего. И, тем временем, как вы можете видеть, уже через дом пытаются сейчас, будут пытаться сейчас докапать телегу. У нас забирает снайпера. Ну, и вот видим кучу легких классов на телеге. И выходим вот на такой вот удачный блок. Ну, и сейчас я пытаюсь просто телом заблочить. Ну, поздно уже, на самом деле, это глупо было. Надо было убегать просто и бросать эту телегу. В принципе, там была возможность, если бы я сейчас не полез на эту спай, была бы возможность просто остаться там в инвизии, забрать потом демоса того же на телеге. Ну, в общем, губа слился. Мы видим, что вражеский пирус уже пошел вперед. Вот. Вражеская команда сейчас будет пытаться не дать нам застроить вторую точку. Ну, как видим, наш инженер уже успел и турель сюда перевести, и раздачник уже у нас стоит. Вот. В общем, успели мы занять вторую точку, которую держать можно здесь очень долго, на самом деле. Потому что так, так как сверху выбить довольно трудно. Видим, вражеский убер вот загорелся. Ломают нам турель. Так. Что-то просто какие-то размены идут в обе стороны. Не в нашу пользу. И вот тут очень удачно сейчас мы раздождались момента в инвизии и забрали медика. Ну, точка все еще не закапана. То есть, несмотря на то, что вражеский убер зажегся намного раньше, чем наш. Точка мы его смогли задефать. Я только не обратил внимания, убивали ли нашего медика сейчас. Так как это важно. Ну, да ладно. Ну, занимаем наш уголок. В принципе, можно было бы пройти, попробовать туда подальше и сапнуть телепорт. Ну, я предпочтел замес плотнуть телеги. Так меня жестко этот хэббик прочекал. Он видел, откуда я, видимо, вышел с инвиза в прошлый раз. Или я мерстанул где-то. В общем, вот так вот жестко меня зачекали. Как бы сейчас ничего такого важного не происходит просто. Стоим, дефим точку. Наша команда солдат спамят по мейну. С непа тоже. А вот забираем вражеского демоса. Кстати, сейчас забрал наш снайпер. Здесь. Это вот очень интересный момент, на самом деле, на демке. Просто прошла инфа, что где-то спай у нас на респе. Я решил чекнуть вот этот угол. Он оказался там. И вот он в чате пишет. How did you know? Просто потому, что я тоже играю спайами. Собственно, кто-то это знает. Он подталкивает потихонечку, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Враги тележку. Вот. Просто God bless my aim. Я вообще ничего не попал сейчас в солдат, которого, по идее, можно было убить одной тычкой. И видим, что кайд с телегой. Сейчас можно сделать какой-то минус. Так как сейчас будет замес. Прям видно, что наши стоят за углом. Враги тут. То есть, ну... И очень неудачно сейчас вышел вражеский медик. Неудачно для него, естественно. Забираем вражеского медика. Сейчас пирос. Сейчас можно было демоса забрать, конечно, если пирос на ноу не вышел. Но так как пирос вышел, соответственно, придется ждать какого-то более удачного момента. Пока даем просто инфу, кто куда идет. Суцкалт здесь наверх куда-то побежал. Наверное, дальше уже ушел, а его забрал наш. Снайпер. Забираем вражеского снайпера и... Ну и здесь, да, медика было трудно забрать. Но снайпера я забрал в принципе неплохой пик. В принципе, как бы... Такой размен спая на снайпера всегда как бы... В пользу спая получается. Вот так как это дает возможность нашему снайперу играть уже более агрессивно. И фокусить более важные классы. Так, ну и чуточку, да, у нас забрали уже. Пытаемся дефить третью. Вот здесь как-то... Куда бы деться, да. На самом деле, лучше бы я аккуратненько бы прошел бы на аптеку. Вот туда налево, на самом деле, из подъема. Сейчас бы мог забрать здесь солдата или демос. И уже вражеской команде было бы труднее как-то реализовывать этот убер. Но они в принципе и так его не реализовали, по сути, впустую. Сейчас прогорели. А, они решили все просто сейчас на телегу навалиться и дотащить ее. Ну, мы пока единственное, что можем делать, наблюдать. Это как из-за окошка, за действиями. Там идет замес просто за эту точку. И удачно, в принципе, блочит наши команды. Ловим здесь хитового скаута, который шел на аптеку. Чекаем вражеский убер и поднимаемся на топ. Вот солдат, кстати, скаута оставил инфу. Солдат специально прыгнул наверх здесь меня поискать. Треснулась вражеская связка. В принципе, можно отсюда им на голову как-то сейчас упасть. Аккуратненько. Вот тут солдат со скаута меня уже ищет. По той еще старой инфе. В принципе, неплохо. Солдата забрали. Хотя бы здесь лучше, конечно, снайперы пикнуть. Здесь солдат такой роли на этой точке особо не играет. Сейчас неудачно. Я вышел на инженера. Пытаемся от него как-то отделаться. Ну, теперь вражеская команда, конечно, будет гораздо более активно меня чекать. Так как инженер, естественно, оставил инфу, что я у них сзади. Телепорт сапать сейчас нельзя, потому что я тут же спалюсь, тогда пройдет. Вот на хэви удачно я его... Просто я не понимаю, почему он сейчас не умер. Здесь должен был быть бэкстап просто. Я, конечно, понимаю, что я его так слегка в бок ткнул, но обычно это бэкстап проходит все равно. Ну и все, у нас минуса практически. Вайп команда остается только там один бедный инженер наш. Ну, идем смотреть, в принципе, что сейчас будет делать вражеская команда. Пока просто особо не выпендриваемся. Стоим даем инфу. Сейчас очень рискованная импирс. В принципе, можно было сейчас за этим пирсом пойти его срезать. Почему я за ним не пошел, не знаю. Наверное, жду каких-то более важных минусов. Ну, в принципе, неплохо сейчас телегу заблочили. В принципе, да, это даже было более удачное решение, чем пойти срезать пироса, который там на топе, в общем-то, один бы и так ничего не сделал. Так, на топ. На топ я прыжок за фейл, не стал особо там потеть, потому что прошла инфа, что тут по мейну уже какие-то люди собираются. Сейчас просто инвиза нет, чтобы пробежать куда-то дальше. Блокендайгер, к сожалению, не совсем бесконечный. Вот, занимаем спор, сейчас, наверное, будем блочить как-то телегу пытаться, потому что, учитывая обилие легких классных... А, и вот загорается вражеский убор по мейну. Очень удачно я угадал с местом своей дислокации. И забираем спая и медика. То есть, удачная жизнь такая получается. Четыре фрага за одну жизнь, в принципе, неплохо я поблочил сейчас телегу. Ну и дефим. Вольно неплохо дефим, судя по времени. Опять демос по мейну. Ошибается его, убивает наш турель. Ну вот, видим, какая-то нездоровая там движуха на топе. Очень много народу. Все поднимаются на локер туда, вот на этот левый балкончик. Видим по мейну демосу, в принципе, надо его забирать. Да, забираем демосы. Так, келяемся. Ну, сейчас стоим, ждем солдата. Может быть, он вернется. Просто увидели его по мейну. Может быть, стоим. Я думаю, что имеет смысл его подождать, наверное. Этим я руководствовался, скорее всего, что остался на мейне. И, видимо, не зря. Но услышал. Просто услышал у меня солдат. А с другой стороны, вот следом за ним вышел пирос и снайпер. То есть, если бы я, наоборот, промедлил бы, дал ему пройти вперед, у меня, скорее всего, бы пирос просто жил. Ну и видим активный пуш от вражеской команды. Зажигаются оба Улбера. Такой затевается Улберфайт. Довольно тяжелый для нашей команды, учитывая, что у нас пирос уже тут практически на респе. Завирает этого пироса. Видим на топе уже демоса. Можно как-то было бы протиснуться. А, ну, солдат. Наш солдат просто сейчас... Мне помешал, в общем-то, сейчас наш солдат. Я бы вот то, что... Вот этот проход, который я сделал сейчас, я бы мог сделать его раньше. И у меня была бы возможность сейчас забрать этого демоса вместе с медиком. Ну и держим тогда вот это вот правую сторону. Инженера надо забирать. И демос... Почему-то наш хэвик... Из-за нашего хэвика вражеский демос побежал назад, и из-за этого я не смог заставить. В общем-то, короче говоря, сейчас такая последняя ситуация была, но которую предугадать просто очень сложно. И, к сожалению, в игре за шпиона, как бы, на любом уровне действительно такие фейлы бывают. Ну, просто нельзя такое предсказать. Заранее. О, 11 минут, 53 секунды. В общем, почти 12 минут. Хорошее, в принципе, для оборудования времени. Ну, я бы сказал, не прям, не самое хорошее, но и не самое плохое. В общем-то, сейчас особо комментировать нечего. В общем-то, ждем начала самого раунда. А вот сейчас я, насколько помню, попросил нашего солдата меня нахлестать немножко, чтобы я смог дальше пробежать. Или нет? Да, вот он мне хлистает. Здесь я беру обычный инвиз Клокен Даггера, так как он дает возможность мне дальше пробежать, оставаясь незамеченным. И первое, что я делаю, соответственно, я иду на вражеский телепорт. Очень часто инженеры с первой точки на вторую оставляют телепорт для того, чтобы быстро внести турель в случае отступления. Вот здесь такой телепорт какой-то не очень непонятный. Он вроде и не на вторую точку, и не туда, и не сюда. Забираем инженера, сейчас очень хороший пик, загорается вражеский Убер, турель сломана. Медик и успел на меня немножко Убера потратить. В общем-то, неплохо, я считаю, сыграли. Неплохой трейд за жизнь. Забрать инженера. Все, вражеская команда отступает. У нас все навалились на телегу. Взятая точка. В общем, очень быстро взятая, я хочу заметить. И продолжаем атаковать. Думаю, что вражеская команда уже успела занять вторую точку. На турель его только ставится. Видим, инженер только респавнился. Как видим, снайперы сейчас идем, наверное, на респут. Пытаемся занять спот, с которого... А вот Демос высунулся. В принципе, и он прям лицом это... Это категорически... 12 хп осталось. Категорически глупо сейчас получилось. Можно было убить этого Томмена, но он просто зафейлил. Вставляем телепорт нашему хэвику. Бежим и продолжаем атаковать. Точку... Ну, Демос спамит, не дает нам забрать точку. Здесь я очень глупо. Я что-то не знаю. Я понадеялся, видимо, что уже просто столько народу из моей команды стояло на телеге, что пушить, по идее, будем мы, я так думаю, а не нас. Я как бы так, ну, немножко нагло просто включил МВИС, пошел нагло вперед. Думал, что легко пройду туда просто на яйца. А вот мне не дали. Так, видим, спай, в принципе. А, вот. Прошу нашего скаута кого-то выманить оттуда и убивает нашего скаута, к сожалению. Пытаем здесь, наверное, сейчас. Сейчас выбегает пирос и... Не успеваю я выйти из инвиза вовремя. И он... Он отлетает назад. Не дали мне сейчас срезать пироса. Свои же помешали, в общем-то. Ну, вот спай можно забрать. Он так удобно как-то вышел. Забираем шпиона. Здесь надо помочь нашему скауту. Забираем вражеского скаута. Так, видим, там куча народа. Просто садимся по диспенсеру. Пирос просто нас чудом сейчас не замечает. И... По инфе просто сейчас. Видимо, кто-то увидел момент выхода. Меня из инвиза тут же оставили инфу. Ну, успел я просто... В лицо убить пироса. Ну, это такое чисто... На удачу фраг сделано. При том, что вражеский пирос особо-то и не воюет. Он как бы больше вражеской команды работает, а спайчека, поэтому... В принципе, пик такой бесполезный. Довольно так, как вражеский пирос не особо моей команде это мешает. Так, вот отсюда вот, что мы можем сделать отсюда. Ничего мы не успеваем сделать. Загорается вражеский убер. Здесь почему не прошел опять стаб, я не понимаю. Ну, с горем пополам забираем скаута. Пытаемся кого-то выцепить. Все, надо дальше идти. Особо стрелять времени нету. Вражеская команда уже начинает отступать. Надо успеть как-то им пройти в тыл быстрее. Чтобы уже сделать какие-то пики там. Собственно, видим, как вражеская команда уже занимает... ...защиту последней точки. Занимает все споты. Ставится турель второго уже уровня. По дефолту комба останавливается на балконе. Сейчас медик увидел мой выход из инвиза. Оставил инфу. Здесь очень нетерпеливо я поступил. Надо было дождаться, пока мед немножечко отойдет. Или что-то там произойдет. То есть, в принципе, я сидел спокойно там в инвизе. Сидел возле связки. И никто мне не мешал абсолютно. Просто, скажем так, нервишки. Удвели. Вот забирается вражеский снайпер. Так, Пирус в нас уткнулся. Выстрелил даже. Но он все равно пошел наверх. А вот сейчас... Наверх, наверное, мне идти нельзя, судя по всему. Так как я видел, что в меня и воткнулся Пирус. И он уже ждет там моего появления возле связки. И вот удачный момент. Как раз инженер пытается поставить на верхний ящик нас под турель. Мы его забираем вместе с турелью. В этот момент сапаем раздачу. И хэвик выходит на нас. Как раз... Сзади нас убил Скалут. Но, в принципе, сейчас очень удачно. Мы сыграли, забрали инженера, строили, забрали хэвик. То есть, два таких очень больших пика, на самом деле, важных для нашей команды. Ну, телега как стояла, так и стоит. То есть, мы видим, что, в общем-то, пушиш у нашей команды не удался. Несмотря на мои пики. Ну, а что делать? Пытаемся играть как-то дальше, продолжать. Сейчас, в принципе, можно было бы упасть на ящик и выйти вот на медика, пока он внизу и рядом нету пироса. Я не знаю, почему я сейчас жду, вообще, чего я сейчас боюсь. Надо было бы просто падать вниз, выходить из инвиза и резать медаль, я не знаю. А теперь я уже дождался, что когда опять все заняли свои позиции, опять вот... Вот пирос опять покинул медика. В этот раз. Что я буду делать в этот раз? И... Очень неудачно... А, нет, удачно, все-таки забираю я демосы. Так, я сломал раздачек, забрал демосы. В принципе, должны сейчас выходить... Наши тяжелые с убером, да, как раз на этом пике. Могут они отработать. Так, забирают у нас снайперы. Забирает скаут у нас медика и... Собственно, очередной пуш просто команда проваливает. Вот сейчас нас хэвик по мейну счекал, прошла инпа, видимо, по мне. Связка по дефолту занимает балкон. Вот сейчас мне бы, кстати, неплохо, в принципе... А, инженер. Инженер их вот только-только начинает строиться. В предыдущий пуш его, видимо, убили. Забираем он же, не даем ему за отстроиться. Опять выигрываем, как бы, довольно хорошее время для нашей команды для пуш. То есть, к следующему нашу пушу, инженер опять не успеет построить центре. Она будет, там, максимум, я не знаю, второго уровня. В общем-то, тоже неплохой такой трейд получился. Как видите, игра такая. Здесь ласт очень тяжело играется, на самом деле. Спай ему после какого-то минуса здесь практически некуда деться. Тяжело спрятаться, куда-то убежать. Тем более, я играю без злона смерти, как вы можете видеть. И очень тяжело так играть. Почему я не пошел на скаута, непонятно. А, вот почему. То есть, у меня была возможность убить скаута, но я выбрал снайпера, как бы. Как более важный пик в данной ситуации. Ну и вот, казалось бы, можно пропушить сейчас. Чудовищные минуса вражеской команды. Там только медик живой или какие-то легкие классы. И мы видим, как эти легкие классы убивают наших. То есть, у нас опять спай забирает снайпера. У нас минус инженер, минус еще кто-то. Короче, какие-то минусы. Почему? Вот Пиро сейчас дамаг не прошел просто. Стрелял точно в него. Я не понимаю, что не так с этим сервером. Ну да ладно. То есть, я даже в голову, как вы видели, не целился. Стрелял четко по тушке. И как бы дамаг, да даже бодик какой-то не было. Ну и продолжает потихоньку сливаться моя команда. Наш Пирос очень глупо сейчас умирает от спама вражеского демомэна. Так, мы пробуем сделать еще что-то. Еще что-то, что выведет нашу команду на какое-то... Какое-то преимущество наша команда пушит. И здесь вот Пирос, я на секунду подумал, что он останется с инженером. Потому что я уже два раза, как вы видели, последний забрал инженера практически подряд. И Пирос уже стоит... Ну, я что-то не думал, что он за мной пойдет прям туда искать куда-то меня. Ну, так и будет с инженером. Глупое предположение. Сейчас, глядя со стороны на свою игру, я опять же не понимаю, почему я не занимаю топ. Где как раз стоит связка. Я бы мог вполне там залезать на ящики и пытаться с ящиков забрать там того же хэвика. Вот, сейчас до меня доходит, я иду на топ. Вроде как меня никто не счекал. Хорошая возможность была забрать хэвиков. И что я делаю? И понятно. Просто очень везучий хэвик. Вот, видим, горит вражеская команда. Вражеский спай доминирует нашего Пироса уже. Так что тут... Три минуты времени у нас остается атаковать на последнюю точку. Последнюю точку здесь очень тяжело взять. Я думаю, что она все еще нуждается в каких-то переделках. Но, тем не менее. Отсюда можно, наверное, сейчас выйти, кого-то забрать. А, две секунды остается, если какие-то минуты не на то время посмотреть. Ну и вот тайкот. Так вот, такой вот получился интересный раунд. Как вы могли видеть. Несмотря на всю проделанную шпионом работу, практически все атаки команды были сведены на нет. Атаки, опять же, моей команды, естественно. Надеюсь, кому-то это было интересно. Спасибо за внимание. Пока-пока.